так рабочий день очередной закончился поскольку внутри мне снимать еще не разрешили я экспериментирую с контентом и буду записывать какие-нибудь монологи на тему каких-то интересных событий которые произошли за день в общем случилось следующее у меня есть один из строителей он молодой парень хорошо все делает но характер у него такой специфический прям что сразу он такой весь из себя уходит панику не наводит не грубит но в общем обижается и я периодически мы напоминаю о том что необходимо носить каску строительные вот был значит случай такой он там значит определенно определенным в определенной комнате там пилит что туда допустим пилит и нужно потом выходить на улицу устанавливать вот он без каски дружище на день каску вот такая окей что-то там инструмент я положил что-то взял и пошел с куском материала наружу устанавливать я говорю дружище один каску второй раз уже говорю да тут тот не отвечает слушай на улице холодно я шапнули увязанная шапка я в шапке хочу поработать я говорю окей одень шапку ой каску поверх шапки все спокойно ему объясняю вообще наверное так же как сейчас с вами разговариваю вот тут такой схватил шапку бросил ее со словами так типа фак бросила и в сердцах вообще хотел на пол бросить в меня попал вот очень интересное событие было россии наверно уволили его очень навтыкали бы в догонку здесь я так понимаю такой не принят но здесь в америке но все немножко по-другому соответственно с этой шапкой тоже с разгоряченным строителем я тоже скажу разбираться расстрел на месте устраивать не стал ну ладно какой в общем подход если такая ситуация произошла никто стрелки друг на друга не переводит то есть что можно сделать поругаться что ли с ним при всех например до сказать что ты вообще негодник так больше никогда не делай там туда-сюда наехать на него но предполагается что человек в таком не очень адекватном состоянии был благодаря каким-то внешним фактором то есть это же не просто неадекватный парень нормальный чувак хорошо работает и в общении принципе был нормальный но вот такая ситуация случилась значит мы предполагаем что он адекватно ничего плохого не хотел просто что-то вывела его из себя и вот он так отреагировал соответственно первое что в такой ситуации хочется сделать это как-то помочь человеку справиться с неприятностями соответственно если у него например личной жизни неприятности к работе это отношение не имеет он может взять отпуск например да посидеть дома отдохнуть разобраться со всеми своими вопросами а потом снова прийти и снова быть производительным сотрудником то есть ради этого ну то есть из-за такой ситуации его увольнять смысла нет но так вот значит я думаю ну действительно парень нормальный и ведет все обычно хорошо и почти всегда вот и работу делает хорошо конечно же что же я же не буду его тут выдавливать выбрал момент я значит с ним поговорить на эту тему разговор какой опять же мы предполагаем я предполагаю я вообще это все урывками просто от разных менеджеров здесь не слышал и вот все вот сложил себе в голову такую мысль что мы предполагаем что человек просто ничего плохого не имел ничего плохого не думает ни про кого он эффективный сотрудник просто что-то у него стряслось и поэтому он так себя повел вот мы это предполагаем поэтому пытаемся как-то помочь значит спрашиваю дружище как у тебя дела только что у меня тут на хамил я такой слушай дружище как-то странно ты выглядишь все время раздраженным каким-то это озадаченным беспокойным что-то случилось тебя ну что что есть какие-то моменты которые на работе тебя в такое состояние вводит и может быть там если у тебя лично какие-то вопросы может ты возьмешь отпуск там все решишь и отдохнешь заодно давно в отпуск не ходил вот поговорили сначала долго он отпирался просто закрылся и не хотел вообще ничего говорить ты ты мне что скажи давай то я и буду делать все там чуть и никаких гвоздей нечего об этом разговаривать вот но это конечно результат вот оказалось что причина в том что у нас в работе очень часто бывают всякие перемены то есть было принято например какое-то решение вот например работаем или например делаем вот эту детальку от сих до сих потом например полдня проходит не наказать всегда сих не подходит надо делать от этих вот до тех соответственно но должна какую-то новую процедуру даже в голове элементарно проделать и так это происходит регулярно и вот это напрягать его мозг соответственно напряженный мозг вот и он такой эмоциональный становится вот я ему значит попытался объяснить что постараюсь предупреждать такие события то есть каким-то образом проводить работу чтобы мы заранее знали о том что где у нас там могут быть затыки например или причин для перемен чтобы сообщать ему заранее все до задолго до события чтобы он там успел морально свыкнуться например подготовить его чтобы он не в мгновение оку узнавал о том что он делает работу которую надо будет переделывать а просто чтобы мы все делали заранее все делали правильно вот по идее вроде бы успокоился чувак по крайней мере во время разговора все было нормально ну ладно проговорили вот там еще нюанс за день до этого я снял всех строителей с работы и и мы все начали убираться мы все я так уж ходил папа мелочи конечно дело ну не суть в общем а этот парень по мнению половины команды убирался мало то есть он да я видел он тоже убирался но скажем не в полную силу соответственно люди недовольны значит чтобы люди чтобы команда не была недовольна одним человеком вот нужно было что-то театр кстати одним а двумя там с напарником вот нужно было как-то равновесие восстановить ну вот поговорим мы с ним про шапку и я говорю слушай а вот в вот вчера ты не особо напрягался когда все например работали таскали бревна грубо говоря с пятого этажа вниз а ты ну как бы спокойно не сильно не утруждался какие-то в общем меньше остальных работал мне кажется что думаешь по этому поводу я ошибаюсь или нет тот чувак не нашел аргументов если бы он был уверен что он работал как все он бы точно сказал да ты что я там на своих бровях тубай форы выносил но очень не было так то есть я предполагаю что он все-таки понимает о чем речь вот и я значит что сделал говорю слушай но поскольку я хочу чтобы поскольку мы команда я хочу чтобы все поровну все делали точно так же когда будешь ты работать команде а кто-то будет прохлаждаться точно так же буду на твоей стороне и точно так же буду объяснять людям что все должно быть по-честному вот спрашиваю согласен он горит согласен но окей раз такое дело про я ему сказал что нужно будет один полный целый этаж со своим напарником все весь убрать чтобы восстановить справедливость по отношению к партнерам по команде вот убрал человек убирался он как бы всем известно что он не любит убираться но все надо было это как-то вопрос решать посмотрим что дальше будет посмотрим получится ли нормальные отношения восстановить что очевидно он не рад тем заданиям которые ему дал в общем буду держать вас в курсе хотите подписывайтесь хотите отписывайтесь короче мне больше снимать нечего у меня из интересов работа и все так уж вышло что я работаю на работе которая мне нравится и на вопрос чем бы миша миша чем бы ты хотел заниматься если бы тебе вопрос деньгами был решен я бы сказал вот этим поэтому вот есть чуваки у которые могут там параллельно занимать всякой фигней прошу прощения каким-то другими вещами и об этом снимать на ю тубе у меня что у меня стройка который запретили снимать во время работы я может быть разрешат наконец снимать по вечерам например то дай богу я бы смог показывать с какими челленджами челленджами мы сталкиваемся во время строительных работ как когда на что-то не получается что-то приходится изобретать заново находить какие-то нестандартные решения но при этом как при этом надо успевать соблюдать строительные коды чтобы инспекцию проходить успешно в общем много всего для строителей конечно спасибо что смотрели меня зовут михаил с вами капитан америка подписывайтесь все таки я погорячился ребят на эмоции подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии пишите что он нравится что не нравится значит по поводу планов на канал я буду снимать видео на общие темы которые интересны будут большом большой части аудитории но как минимум половина будет все-таки простройку будут поездки путешествия какие-то какой-то отдых лайфхаки важные ценные советы для иммигрантов и стройка поэтому и не нравится стройка дождитесь соответствующей серии на другую тему и все который раз с вами уже прощаюсь да с вами был михаил капитан америка спокойной ночи мыши не так короче вы сами знаете что делать спасибо что смотрели